Чувашия – регион, где воплощаются инновационные технологии в системе социального обслуживания. В 43 организациях республики сегодня трудится более 6000 сотрудников. Лучшие региональные практики и инициативы в социальной сфере на примере разных субъектов страны обсудили сегодня на видеоконференц-связи с участием президента Владимира Путина. В стране отмечают День социального работника. Татьяна Дудина всю жизнь проработала на заводе инженером. После выхода на пенсию решила посвятить себя тому, что приносит ей радость. И вот уже три года, как она помогает семьям, в которых не всегда есть с кем оставить детей. Вот Ульяне было два года, когда я к ним пришла. Маме надо было в школу сходить со старшей дочерью, а Ульяну не с кем оставить. Вот так и пошло. Когда с детьми общаешься, с маленькими, вроде как и сама веселее становится. При необходимости бабушки могут прийти и помочь. Так как у меня ребенок был маленький, мы с удовольствием сюда пришли. Нам дали бабушку Татьяну Васильевну. Она очень хорошая. Она сразу с нами поладила, нашла общий язык с нашими детьми. Она всегда энергична. Она и в футбол может сыграть, и книжку почитать. Я очень довольна, я очень рада, что есть такой проект. Хочется, чтобы этот проект дальше развивался. Социальный волонтерский проект «Экспресс бабушки» реализуется на базе комплексного центра социального обслуживания населения Чебоксар с 2016 года. Активные пенсионеры абсолютно бесплатно помогают многодетным, малоимущим, воспитывающим детей с ограниченными возможностями. Именно поэтому в ряды «Экспресс бабушек» охотно берут медиков, воспитателей, соцработников на пенсии. Сейчас в команде 42 бабушки и все на расхват. В первую очередь у нас психологи проводят работу, тестирование, проверяем, знают ли они детскую психологию. Потом встречаемся уже мама, дети, бабушки, смотрим, какая бабушка к какому ребенку тянется, ребенок к кому идет. И после этого только они уже начинают работать. На сегодня у нас 47 «Экспресс бабушек», охватывает 44 семьи. Проект волонтеров серебряного возраста «Экспресс бабушки» – один из тех, что дает женщинам на пенсии возможность быть востребованными и полезными. Он удостоен диплома конкурса лучших социальных проектов России. Уверен, что каждый гражданин России прочувствовал особое человеческое измерение вашего труда. Осознал, что на деле в реальной жизни означает служение обществу. Какие поступки обладают великой нравственной силой и душевной счастливости. Несмотря на колоссальную нагрузку, на все сложности, вы беззаветно, а порой просто героически, я вот не побоюсь этого слова, как в таких случаях говорят, героически выполняли свой долг. Трудились на пределе сил практически без выходных. Ухаживали, старались уберечь от опасности, утешить и приободрить пожилых и тяжело больных людей. Со своей стороны государство старалось оказать и вам необходимую поддержку. Владимир Путин добавил, что в 2020 году был увеличен объем финансирования социальных проектов по линии фонда президентских грантов с 2,5 миллиардов до 5 миллиардов рублей. Это позволило поддержать более 6 тысяч грантов. В ближайшие дни объявят победителей очередного конкурса. Это те социальные проекты, которые имеют весомое социальное значение. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.